Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, в прямом эфире Нить Ариадны. Программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Вы всегда сможете позвонить нам в студию во время эфира и задать свои вопросы. Телефон нашей студии 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Для тех, кто не сможет дозвониться во время передачи, телефон нашей редакции 727 12 92. Кроме того, нам всегда можно написать на наш электронный или почтовый адрес. Ну и, наконец, вы всегда сможете смотреть нашу программу в интернете на сайте sgutv.ru в разделе «Прямой эфир». Итак, каждый родитель мечтает видеть своего ребенка счастливым. Как же воспитать ребенка так, чтобы потом не разочаровываться? Грамотно и серьезно подойти к решению этого вопроса позволяет современная астропсихология. По утверждению специалистов, существуют всеобщие законы, которые помогают сформировать счастливую, гармоничную личность. Что же представляют собой эти законы? Как, используя их, можно правильно выстроить жизнь собственного ребенка? Об этом мы и поговорим сегодня. У нас в студии руководитель исследовательско-консультационного астрологического центра, известный практический астропсихолог Ирина Пужьянова. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Татьяна. Ну, вы наш постоянный гость, и мы не раз уже говорили о том, как астропсихология помогает современной психологии справиться людям с разными проблемами. Вот что может дать современная астропсихология родителям в деле воспитания детей? Что нужно для того, чтобы родительские мечты о счастливом будущем собственного ребенка стали реальностью? Ну, прежде всего, хочу сказать, что, конечно, вопрос воспитания детей и вопрос счастья детей касается каждого из нас и всех, поскольку это наши близкие, любимые существа, да? На что хочу сразу обратить внимание. Ну, все мы знаем, как результат труда профессионала отличается от сделанного дилетантом, да? И, конечно, я бы прежде всего рекомендовала обращаться к хорошим профессионалам. И как можно быстрее, потому что, когда ребенок рождается, сразу очень много возникает вопросов. И чем раньше профессионал ответит на эти вопросы, тем счастливее будет судьба ребенка. Это совершенно однозначно. То есть нужна такая грамотность, да? Конечно, да. Психологическая грамотность. Почему? Потому что, к сожалению, у нас так бывает, что в основном детей воспитывают родители, мамы, папы, бабушки, дедушки, папы и все родственники. На опыте своем, иногда печальном, на опыте соседей, каких-то знакомых. Иногда дети вообще растут сами по себе, предоставлены сами себе. И еще я считаю, что здесь негативный показатель – это норма. Почему? Потому что каждый ребенок, он по-своему индивидуален и уникален. И вот для того, чтобы воспитать не такого ребенка, которого хочет видеть мамы или хочет видеть баба, да? То есть не ребенка, который ориентирован на внешнюю реализацию, да, на внешние успехи, а действительно такого сбалансированного, гармоничного, внутри счастливого человека, все-таки этот ребенок должен счастье ощущать внутри себя. Конечно. И здесь важно как раз индивидуальный подход к воспитанию. И как раз в этом помогает астропсихология. Потому что, мне кажется, это очень сложно, да. Многие родители знают как, да, вот как это должно быть с точки зрения их самих, их собственного опыта, с точки зрения общества, как у друзей, как у соседей, вот каким должен быть поистине счастливый, да, как бы ребенок. Но мы мало задумываемся, а что происходит в душе ребенка на самом деле. Совершенно верно, совершенно верно, потому что иногда за внешними успехами стоят очень тяжелые душевные травмы и волнения ребенка, которые сказываются на всю оставшуюся жизнь и создают дальнейшие проблемы и комплексы. Ну, скажем так, самые основные аспекты, о которых мы сегодня поговорим, давайте сейчас обозначим, что необходимо для того, чтобы выросла такая гармоничная счастливая личность. Наверное, конечно же, окружение, да, должна быть хорошая семья. Да, совершенно верно, потому что ребенок рождается, прежде всего, он рождается у определенных родителей в семье. И маленький ребенок, который впитывает как губка все из своего окружения, он видит, как мама на него реагирует, папа и близкие люди. То есть первые его реакции, они формируют как раз те основы жизни. И очень важно, кто ребенка окружает. Какое образование, уровень воспитания, нравственный уровень этих людей, насколько они спокойны, насколько они терпеливы и насколько они доброжелательны. Это очень существенно. Какие рычаги, скажем так, управления, воспитания дает родителям в руки астропсихология? Чем они конкретно могут воспользоваться? И далее мы поговорим об этом. Вот. Астрология что позволяет? Во-первых, астрология на любом этапе может определить потенциал ребенка. Зная потенциал ребенка, можно составить программу оптимального варианта его жизни. Я бы сказала, план жизни. И, к сожалению, мы не планируем момент рождения ребенка. И эта сторона оказывается вне нашего контроля. Но зная момент рождения ребенка, мы можем буквально в первые же дни его рождения понять, что ребенку нужно для его здоровья, что нужно для того, чтобы он был грамотным. Какой режим питания, какой режим дня, кто должен его воспитывать, няня или родители, кто лучше ребенку подходит. Это на первых этапах. Потом астрология дает, уже когда ребенок взрослеет, ответы на вопросы, какое образование, какое воспитание, на что больше отдать, чему больше отдать предпочтения, а что исключить из жизни ребенка, что вредно, что травматично, исключить негативные факторы и максимально развить лучший потенциал ребенка. И это как раз дает истинное счастье ребенку. Ирина, многие говорят так, что к астропсихологам обращаются люди ленивые. То есть те люди, которые плохо знают себя, и им легче выстраивать свою жизнь под руководством кого-то. Насколько вы согласны с этим? Астропсихология действительно, она что, она в помощь ленивым или она в помощь грамотным, скажем, людям, людям, которые будут грамотно обходиться своей жизнью? Вы знаете, наверное, грамотный человек, он уже грамотен, ему не нужны другие специалисты. Ленивый человек вообще никуда не пойдет, он будет плыть по течению. Наверное, к профессионалам обращаются люди, которые хотят получить качественный результат. Это самое главное. И если мы хотим получить качественный результат своей жизни, правильно, грамотно направить свою жизнь, эффективно использовать время, свои ресурсы, свою энергию, свое здоровье и максимально реализовать себя, и при этом сделать окружающим, принести какую-то пользу, конечно, конструктивное решение дает астрология. То есть это не слепое исследование с чьим-то указанием, да? Это четкая программа действий. Более того, есть специфика астрологии именно в том, что в отличие от других областей знаний, астрология не только говорит, что нужно делать, но она указывает на конкретные моменты, когда это нужно сделать. Или косморитмобиологии, как вы еще и называете. Совершенно верно. Слово астрологии у нас такое странное отношение. Совершенно верно. Как раз именно знание космических ритмов, внесение вот этого фактора времени и позволяет оптимизировать программу жизни ребенка. Хорошо. Переходим вот к этим основным всеобщим законам, которые нужно бы знать каждому родителю для того, чтобы сформировать счастливую личность своего ребенка. Что представляют собой эти законы, и как, используя их, можно правильно выстроить жизнь ребенка. Ира, мне хотелось бы здесь начать все-таки с понятия судьба. Рождается ребенок. Что ему дается от природы, а что он вырабатывает сам? Или вот все-таки есть понятие судьбы, и ничего, что здесь не сделаешь. И весь потенциал там, и все. Я могу быть неправа. Ну, вы знаете, здесь все-таки каждое слово каждый понимает по-своему, интерпретирует. Судьба – это прежде всего данность. Это то, что можно определить. Мы можем определить только прошлое. Будущее неизвестно. Поэтому, конечно, когда ребенок рождается, он рождается с определенным потенциалом, который и в дальнейшем сформирует его судьбу. Но помимо того, что ребенок рождается с потенциалом, в его жизни происходят возрастные личностные изменения. И то, как ребенок проходит эти изменения, какие-то кризисы роста, еще какие-то реакции на жизнь, и формирует его судьбу. И уже постфактум, да, вот здесь и сейчас, можно сказать, что это. Это счастливая судьба или несчастливая судьба. Но мы можем оценить этот фактор, только оглядываясь назад. То, что в будущем, мы не можем назвать судьбой, потому что это еще не сформировано. Это лишь наше будущее, это лишь программа. И здесь можно делать только прогнозы. И человек выстраивает свое будущее, в общем-то, сам. Не совсем так. Но основываясь на тот потенциал, который в нем заложен. Правильно я понимаю? Вы знаете, здесь вопрос не такой однозначный. Потому что вообще, конечно, в идеале, на базе астрологии можно полностью выстроить свою судьбу и самому выстроить судьбу. Но есть такой фактор, как объективная реальность. Это объективное обстоятельство. Это наша социальная жизнь. Это наше окружение. И, в общем-то, мы от этого очень зависимы. Согласна, да, Татьяна? Да, конечно. И это откладывает отпечатка. Поэтому иногда другие люди и воздействие внешних факторов оказывается намного сильнее, чем мы этого хотели бы. И поэтому, конечно, человек старается выстроить что-то сам. Но нельзя считать, что это исключительно судьба, которая выстроена на человека. Ну а разве человек, маленький человек, то есть ребенок, не привлекает что-то из этого внешнего мира, который объективен и от нас не зависит? Опять же, не привлекает ли в силу своих особенностей, своих личных особенностей, то, что в нем заложено? Один привлекает, другой не привлекает. Это из общего мира. Совершенно верно. Вы знаете, вот, как мы говорили уже о изначальном потенциале ребенка, да, есть совершенно два разных типа детей, вообще людей, да. Вот одни люди, они изначально настроены на свой внутренний мир, на свое развитие. Они комфортно чувствуют себя сами с собой. И они не очень ориентированы на других людей. И здесь воздействие других людей на таких детей, оно больше такое активное, да, вот. И ребенок может это воспринять, а может даже иногда и оторвнуть. Есть другая категория детей, она совершенно другая. Это дети, которые им не очень интересно и некомфортно самим с собой, и они, наоборот, ориентированы на общение, на других людей. И вот эти дети как раз очень впитывают буквально как губка все из окружающего мира. А что сказала мама? То есть они такие мнительные, да, и подаются влиянию. Они мнительные, они восприимчивые. И, конечно, вот эти дети более подаются влиянию внешней среды. Да, то есть вот все-таки дети разные, да? Очень существенные, да. Тогда вот, Елена, что такое потенциал? Несколько слов. И из чего он складывается? То есть судьба и собственный опыт? Вот. Ну, потенциал ребенка, я говорю, мы сейчас определяем потенциал ребенка. Это то, что нам дано от рождения. Потому что, к сожалению, мы не отслеживаем момент зачатия, да, и не все это планируют. Поэтому вот эта данность. Значит, в соответствии с потенциалом, каждый ребенок имеет набор определенных свойств, качеств, отличительных черт. У каждого ребенка есть особенные потребности, его истинные потребности, которые очень важны выявить, потому что это может выявить только астролог. Да, то есть родителям это не дано распознать? Нет, 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 нет. Это как раз вопрос профессионала. И вот здесь на истинных потребностях, на особенностях ребенка, я и хотела бы остановиться в самом начале. Почему? Это очень существенно, потому что в зависимости от этого каждому ребенку подбирается оптимальный вариант его жизни. Будь то образование, будь то профессиональная реализация, будь то взаимоотношения. То есть это как раз все определяет. Потому что очень много стрессов, несчастья и сломанных судьб именно из-за того, что на раннем этапе это не выявили. Это очень искажает судьбу ребенка. И вот что такое потенциал? Да, теперь вернемся конкретно. Значит, каждый ребенок имеет определенное сознание, которое, ну, конечно, не сразу, но оно существует. Есть эмоциональная сфера, ментальная сфера, это логика, это разум. Есть чувственная сфера, есть чисто физическая активность ребенка. И есть ряд других показателей, но которые развиваются несколько попозже, уже не с момента рождения. И вот именно набор, синтез вот этих качеств и как раз дает потенциал. И здесь разные дети имеют не только различные качества, но и есть принципиальные особенности, которые отличают одних детей от других. И вся проблема в том, что это не стыковка, это не совпадение. Вот как раз вот эти характеристики и качества с качествами близких людей. Здесь как раз проблема непонимания и незнания. Потому что обычно мы всегда ориентируемся на свой опыт. Как нам хотелось бы лучше, как нам кажется правильнее. А это может не совпадать с нашим ребенком абсолютно. Все проблемы начинаются не совпадением. Вот почему здесь нужна как раз астропсихология, косморитмобиология. Потому что она четко дает конкретные ответы на эти вопросы. Что конкретно имеет ребенок? Какой набор качеств? Каких? Какова специфика? И что с этим делать? Как это лучшим образом реализовать? И как негативные особенности купировать и минимизировать? То есть это очень упрощает и облегчает жизнь. У нас есть первый звонок, Ирина. Давайте ответим на звонок телевизорителя. Алло, говорите, вы в эфире, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню вам из Твери. Вот у меня такой вопрос. Дело в том, что наш сын, ему скоро будет 12 лет, но он 8 лет у нас занимался хоккеем и достиг определенных результатов. И мы посвящали хоккею очень-очень много времени. Я и муж постоянно сопровождали его на тренировке. И ему самому очень нравилось. Он мальчик подвижный, крупный. А какие-то где-то последние полгода он как-то стал больше увлекаться компьютером, а хоккею охладил. И я не знаю, отец настаивает на том, чтобы он продолжал заниматься хоккеем. А я говорю, что если мальчик выбрал компьютер, то, наверное, надо дать ему свободу выбора какого-то. Вот рассудите нас, пожалуйста, что нам делать. Потому что не хотелось бы, в общем, и те результаты забрасывать, и ребенка мучить. Спасибо. Вы знаете, вообще любой положительный результат, это всегда плюс в копилку ребенка. И это всегда наличие определенной степени свободы. Потому что в любом случае, будет ваш сын хоккеистом или не будет, он может всегда взять клюшку и пойти просто погонять в хоккей. То есть этот опыт он уже приобрел, да? Конечно, конечно. Другой вопрос сейчас. Нужно ли это делать профессией? То есть будет ли этот человек хоккеистом, или он будет тренером? Вот это вопрос очень существенный. И здесь, конечно, нужна индивидуальная консультация. Потому что очень часто так бывает, что родители и дети тратят очень много сил, энергии и материальных средств, выбирая ребенку какую-то конкретную сферу. Это может быть музыка, рисование, это может быть английский язык, это технические предметы. А может быть, и все вместе взятое, как часто бывает сейчас. Ну, это такая каша очень сложно реализуемая, да? Хотя тоже там все... Реализуют, ребенка детей нагружают. Здесь нужно очень четко различать. И здесь как раз вот и нужен астропсихолог. Что будет профессией? Что будет хобби? Что будет багаж просто для того... Ведь хоккей – это способ общения, и это способ отдыха. Это не просто хобби, а это еще и отдых. Это момент переключения с одного вида деятельности на другой. Вот. Я бы сейчас не делала никаких выводов, просто хочу обратить ваше внимание, что здесь нужно посмотреть, куда это можно применить. Да, и куда это может завести. Конечно. Хорошо, Ира, вы говорили сегодня вот об индивидуальном подходе, что все дети, конечно же, разные, у каждого свой набор потенциала, да? А какое значение в этом играют все-таки знаки зодиака? Уж не можем не коснуться, поскольку косморитмобиология, несколько слов об этом. Имеет ли это какое-то значение действительно? Вот то, что в журналах, газетах вот эти смешные, там, на неделю гороскопы, я понимаю, что их лучше не смотреть или так повеселиться только? Вы знаете, ну, повеселиться тоже можно, да? Если это веселит, это неплохо. Значит, да, конечно, то, что пишут, это, ну, я бы не сказала, что там несерьезно, но не очень серьезно, да, и не очень индивидуально. Значит, что такое знаки зодиака? Я хочу пояснить. Это вот то, что пишут в газетах, да, и в журналах. Это лишь положение солнца. Это лишь определяет наше намерение, наше сознание, нашу жизненную энергию. Но помимо этого, есть еще эмоции, мысли, чувства, желания. Поэтому не все определяется только знаком зодиака. Но есть определенные знаки зодиака, для кого это все-таки показательно. Да, вот в отношении детей. Да, вот в отношении... На примере прямо, Рену, скажите. Да, наверное, вот, например, для овнов и львов, да, это существенно, и иногда это определяют. Вот, а, например, если взять рыбы и рак, там есть более существенные показатели, и сам знак зодиака может мало что показывать, и мало что значит. Что же касается знаков зодиаков, я вот бы на что хотела обратить внимание. Когда вы занимаетесь воспитанием ребенка, очень важно, чем ребенка мотивировать. И вот здесь как раз знак зодиака существенен, потому что знак зодиака все-таки показывает основную жизненную энергию. Это основная жизненная мотивация, это основное намерение, чему быть и чем заниматься. И вот если, например, овна можно мотивировать, ты будешь первым, ты будешь лучшим, ты это сделаешь, давай, начинай. И его можно мотивировать. То есть это ему поможет, и с ним надо именно так. Его это будет стимулировать, да, и он этим вдохновится. Если сказать это тельцу, он на вас посмотрит, и останется в том же спокойном состоянии. Но вот если сказать тельцу, я тебе куплю что-нибудь вкусненькое, да, или я тебе дам денежку, и ты это сделаешь, для него это серьезно, да. И таким образом тельца можно смотивировать, да. Рыбу бесполезно мотивировать этими вещами, она вообще никак не прореагирует ни на деньги, ни на то, чтобы быть первой, да. На что можно поймать, на какой крючок рыбу? Это такой вот вариант заботы, сострадания и милосердия. Вот, например, о ком-то позаботиться, кому-то помочь. Вы знаете, вот потому что у рыб, особенно у маленьких рыбок, очень глубокие эмоции. Им обязательно нужно вот такое сочувствие и сострадание, и жалость. Поэтому вот поухаживать за животным, за маленьким братиком, за сестричкой, порадовать маму, чтобы мама улыбнулась. Сказать, помоги, да. Помоги, помоги. Или вот я тебя люблю, сделай это. И это может изменить в корне вообще ситуацию. У нас звонок в студии, давайте ответим на вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Сорвался звонок, ничего страшного. У нас осталось несколько минут до рекламы. И, возможно, к нам вернется еще телезритель. Хорошо, Ирина, какие еще интересные знаки зодиака могут повлиять на воспитание детей, кроме, допустим, водолеи, чтобы наши телезрители смогли спроектировать это на своих детей. В водолеи им всегда интересно что-то новенькое. Новенькое, коллективное, поучаствовать в каком-то общем деле. Какие-то групповые факторы. Давайте все вместе. Вот это новое, вот это интересное. Если, например, мотивировать чем-то львов, то это обязательно владение какой-то ситуацией, управление какой-то ситуацией. И некая щедрость такая, отдача. Ну что можно сказать ребенку в данном случае? Ребенку-льву. Прояви себя, покажи, какой ты достойный. Как ты это можешь сделать? Вот. Например, скорпионов можно мотивировать каким-то исследованием глубоким. Потому что скорпионы, они... Слово справедливость, борьба со справедливость. Хорошо. Вот ты понимаешь, да. То есть вот такая. Ну, интересно, конечно. Мы продолжим наш с вами разговор после рекламы. Я надеюсь, что наши телезрители подготовят свои звонки в отношении собственных детей. А, дорогие друзья, мы встретимся с вами через несколько минут и продолжим разговор о том, как современная астропсихология помогает воспитать своего ребенка счастливым. Не переключайтесь. Реклама будет недолгой. Реклама будет недолгой. Продолжение следует...